В нашем городе несколько улиц, которые в шутку либо всерьез претендуют на звание Барнаульского Арбата. Вот улица, по которой мы сегодня с вами пройдемся, реже остальных на это претендует, но есть мнение, что именно она подходит на это звание лучше многих других. Мы гуляем сегодня по улице Советской. Маленькая, кривенькая и очень, по мнению многих, уютная. Советское – наследие бывшего сада города, один из его промежуточных лучей. Откуда такое название, Советская, думаю, пояснять не нужно. Когда начали застраивать Ленинский и Октябрьскую, часть парадной красоты досталась и ей. Так что она долгое время была любимой многими прогулочной линией. А еще средоточим мечтаний детворы. Ведь на месте вот этого здания когда-то стоял магазин «Детский мир», единственный в городе. Арт-крытик Вадим Климов вырос здесь и в детстве долго грезил о культовой и дефицитной игре за рулем. Маленький тренажер для управления маленькой магнитной машинкой. Мне ее купили, ну уже чуть попозже, там, наверное, лет в 11, может быть. А я-то ее хотел лет в 9, в 10. Поэтому, конечно, вот с той точки зрения, что мечта должна сбываться тогда, когда ты мечтаешь, а не через много-много лет. Наверное, это сработало. Но она у меня была, и потом я ее как-то так легко подарил. На ряду с «Детским миром» людей привлекали сюда художественный музей, авиакассы, популярный спортивный магазин. Да и вообще, с одной стороны, это центр, а с другой – тихо и до недавнего времени зелено. Но мы сегодня решили сделать то, что наверняка хотелось многим узнать, что таится вот за этими высокими окнами. На Советской находится один из немногих в городе домов, где уже на этапе постройки были сделаны мастерские для художников. Идем вместе с Вадимом в гости к художнику Дмитрию Петренко. Уже три года, как он работает здесь, на Советской. Эта улица дает ощущение такого парижского, когда многие художники-импрессионисты, у них виды города, где там мелкие люди ходят. Было время, когда я пешеходом ходил, видел вот эти окна, эти мастерские, и мечтал. Думал, как все-таки здесь здорово художникам. Ну, а теперь я здесь, и я уже смотрю вниз, и там ходят люди, заглядывают, говорят пальцем. Я не знаю, что они говорят, но пальцем показывают. О, смотри, смотри. Дмитрий шутит. Наверное, люди думают, что здесь живут небожители в двухуровневых квартирах. А нет, если он и небожитель, то в ином смысле. Ведь если пишешь даже сугубо реалистичные картины, все равно это в каком-то смысле идеальный мир, мечта. Для советской такая мечта у него есть – убрать точки продажи пива, которых для столь малой улицы многовато. А еще сделать ее пешеходной. Художники, кафе, магазины – чем не Барнаульский Арбат? Тем более, уверен он, она прямо-таки создана именно для пеших прогулок. Вот здесь парк. Да, здесь вот как раз… Аллея. Ну да, вот это получается выход Каби. И это перед банком там парк, какое-то цветение. Вот в новостройках этого нет. Да, поэтому здесь вот это вот очарование. При этом интересно, в этой части города, пока не построили новых домов точечной застройки, сохранился такой ансамбль. Вот прям 60-е, 70-е. Советские. Вот это вот не зря она называется. Советская улица. Советский микрограмм. Вот это ощущение. Это есть. Гуляние по центру города в этом районе, наверное, от улицы Советской было бы достаточно любопытно и интересно. Но, к сожалению, когда появилось огромное количество офисов мелких, появилось огромное количество магазинчиков маленьких, и сразу появилось много парковок, и гулять по этой улице стала как-то, ну, обычная пробегающая улица. То есть не для прогулок, честно говоря. Зато какое небо у вас открывается замечательное здесь над Барнаулом? Сказка, сказка. Если залезть на второй этаж, а если забраться на крышу, я иногда... Это ты граффити там сделал на крыше? Нет, граффити я не умею. Мечты мечтами, но, видимо, местным арбатом Советской уже не стать, особенно когда вокруг вырастут, как нам обещают, высотные дома. Впрочем, и без этого у Советской есть свой особый домашний, что ли, характер. Возможно, оставшийся в наследство от города Сада. А еще, согласно поверью, не знаю, насколько оно старое, но точно популярное среди людей творческих, говорят, если у тебя есть какой-то важный вопрос, а ответа на него нет, надо прийти на Советскую, тихо его задать и слушать. А город сам даст тебе совет, случайной фразой прохожего или другим способом. Правда это или нет, мы не знаем, но что Советская улица особенная, сомнений нет. А на этом сегодня мы нашу небольшую прогулку заканчиваем и в следующий раз вспомним о героях былых времен и прогуляемся по улице Челюскинцев. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.